Всем привет! Выставка – это результат очень длительной лаборатории, которая проходила в 2 июля и шла где-то до середины сентября. Мы набрали небольшую группу участников по OpenFlow, набрали очень большой пул преподавателей, тьютеров, наставников, можно называть их по-разному. Это были абсолютно разные люди, это были ученые, биологи, энтомологи, зоологи, это были социальные антропологи, это были художники, художники русские и художники скандинавских стран, чудесные, которые присутствовали с нами по Zoom и читали реформативные лекции. Затем, после длительной лаборатории, где мы исследовали, к слову сказать, физические территории в Петербурге, это была такая заброшенная часть набережной реки Карповки от Карповского моста до Барочного, где предполагается, что будет в какой-то момент благоустройство, так что мы успели зафиксировать территорию еще неблагоустроенно. Вторая точка была, это общественный сад, многие, наверное, из вас слышали о нем, на Петроградской стороне, на пересечении Кронверской улицы и Сытнинской. И третья точка была, так называемый, тоже общественный сад или парк, парк зарослей на Васильском острове, рядом с мостом Бетонкуроны. Мы выбрали эти три точки, потому что это очень специфические территории, часто называемые пустырями, они никак не облагорожены, но при этом понятно, что эти территории почвы уже антропогенного характера, то есть неприродные почвы, и приходит туда определенного рода природа, в том числе эрудеральная растительность, то есть сорная, как мы ее называем, но мы пытались в течение лаборатории уйти от этого слова, потому что оно несет такую негативную окраску. Затем мы очень долго писали тексты и составляли путеводитель по вот как раз, ну, мы пришли к решению, что будем составлять путеводитель небольшой под ЗИН, который вы сейчас найдете, по заброшенной части Карповки. Этот ЗИН состоит из трех частей, это такая своеобразная карта с точками на ней, и эти точки — это тексты всех участников по отношению к определенным, вот этим конкретным точкам. И параллельно в лаборатории каждый участник работал над своим собственным индивидуальным проектом. Вот, собственно, эти индивидуальные проекты, представленные на этой выставке, это как раз рефлексия каждого из участников по отношению к тому, что он думал в течение этих двух месяцев, можно сказать, думал, испытывал, сомневался. Так что, да, welcome, спасибо большое.